Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас сегодня мы начинаем вебинар, ежедневный обзор валютного рынка. Начинаем вебинар по традиции с календаря событий. Сегодня у нас один интересный отчет, через 2 часа до нас встретится по Москве, данные по промышленному производству Великобритании за ноябрь. Больше сегодня статистики интересной не ожидается, и мы переходим к обзору пары евро-доллар. Накануне мы говорили с вами о том, что после некоторого снижения необходимо покупать данную валютную пару и ждать роста котировок, потому что по-прежнему наблюдается бегство капиталов из рисковых активов. И сегодня, в целом, если посмотреть на динамику фондовых рынков, вот здесь на диаграмме представлен индекс S&P 500, это нижняя линия с зеленым цветом, и пара евро-доллар, линия синего цвета, то здесь мы видим, по-прежнему у нас наблюдается снижение котировок по индексу S&P 500. Здесь представлен фьючерс, пара евро-доллар, хоть и не особо сильно, но все же движется вверх. И в целом, если посмотреть на день минувший, то по-прежнему у нас были распродажи на американском рынке акций, в лидерах снижения был индекс NASDAQ. Это все плохо для фондового рынка, потому что NASDAQ включает в себя бумаги IT-сектора, в первую очередь, то есть те бумаги, которые относятся к числу достаточно рисковых, то есть они в периоды обычных настроений очень сильно растут, опережают всех остальных бумаг, и также в периоды паники они быстрее всех падают, то есть от них больше всего избавляются. И здесь можно сделать вывод, что еще некоторое снижение у нас будет на рынках акций, и с одной стороны это плюс для единой европейской валюты, и также можно к числу положительных факторов отнести тот момент, что у нас накануне прошла коррекция в кросс-курсе еврофунта, вот сейчас уже у нас вычая свечка рисуется, подрастает данный кросс, это все тоже позитивно для единой европейской валюты. С другой стороны, есть факторы негативные, это факторы того, что у нас снижаются цены на нефть, накануне цены на нефть просели более 5%, были очень сильные распродажи, если посмотреть на день сегодняшний, то сейчас вот в азиатскую сессию тоже котировки снижались, сейчас сходились торги в Европе, это континентальная Европа, Германия, Италия, Швейцария, Франция, то есть здесь тоже наблюдается снижение, и в целом весь спектр товарного рынка снижается, это золото, медь, допустим, платина, палладий, нефть, цинк, алюминий и так далее, то есть здесь получается уже фактор позитивный для доллара, потому что комодитис, то есть биржевые товары у нас торгуются в долларах, в первую очередь, конечно, проходят некоторые операции по другим валютам, допустим, там кто-то из-за юани торгует, нефть и за евро, допустим, и с другие валюты, но эти объемы очень незначительные, они минимальные, все же основные обороты проходят именно по доллару, поэтому если биржевые товары падают, в цене это хорошо для доллара. И плюс еще один фактор позитивный, это то, что у нас позитивно для доллара, это то, что наблюдается хоть и умеренно, но все же расширение дифференциала доходности на долговом рынке, то есть американские трежерис растут чуть более быстрыми темпами, чем немецкие банды. Поэтому здесь получается, есть факторы позитивные для евро, есть факторы позитивные для доллара, в большей степени позитивных факторов именно для евро, то есть если так все это взвесить в процентном выражении, я бы сказал, что 60% за рост евро и 40% за рост доллара. Поэтому здесь получается необходимо ждать еще некоторого роста котировок, и если, допустим, вчера мы открывали длинные позиции, то мы говорили о цели 1.09.56, это уровень 1.09.58, это уровень сопротивления, и плюс накануне это была верхняя граница по Боллинжеру, то сейчас я бы цель опустил уже до уровня сопротивления 1.09.15, то есть от текущих уровней еще мы можем подрасти пунктов на 20, и там бы я позиции закрывал, потому что в целом фон смешанный. То есть на сегодня нет таких вот сильных прям сигналов по паре евро-доллар, которые указывают на то, что мы будем очень сильно расти, допустим, 0.09.58 и возможно выше. Поскольку с одной стороны вроде бы мы растем, но тем не менее импульс очень слабый, поэтому здесь лучше все-таки выходить из этих лонгов на отметке 1.09.15. Если посмотреть, допустим, на индикаторы теханализа, то у нас на дневках флэт, что по ADX значение 15, то есть тренда никакого нет, что по RCI у нас значение 51, то есть мы тоже находимся в середине диапазона, поэтому здесь на дневках ничего у нас не рисуется. Если смотреть на часовые свечки уже, то здесь ADX также очень слабый, значение 20, то есть по-прежнему тренда нет. Чтобы можно было говорить о том, что мы сейчас однозначно прям стартуем вверх и там идем на десятую фигуру и выше, нам все-таки нужно, чтобы ADX хотя бы показывал 25, а еще лучше выше, допустим, там 27, 30 и так далее. Поэтому здесь получается, что потенциал для роста еще есть на фоне того, что у нас все-таки бегство из рисковых активов наблюдается, но потенциал такой небольшой и, наверное, будет он ограничен именно этой областью 1.09.15, либо, возможно, сходим чуть выше, допустим, 1.09.25. Дальше, я думаю, мы в данной валютной паре не пойдем и уже будем смотреть, что у нас, как сегодняшний день, закроется и завтра будем уже составлять новые прогнозы. Поэтому на сегодня в паре евро-доллар небольшой рост у текущих котировок пунктов на 20-30 и там уже, я думаю, будет флэт. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллара, я на них с удовольствием отвечу. Так, видимо, завершение вашего вчерашнего прогноза ожидается сегодня. Рост вверх 1.09.46. Сергей, я благодарю за вопрос. Я думаю, да, сегодня рост будет. Единственное, что не на 1.09.46 я бы поближе поставил цель 1.09.15. С одной стороны, конечно, можем сходить на 0.09.46, но вот с учетом таких смешанных факторов с учетом того, что по технике у нас индикаторы указывают на флэт, лучше, наверное, подстраховаться и на 0.09.15 выйти. В этом ничего страшного нет, то что небольшой такой потенциал для роста. Есть и другие валютные пары на сегодня, где можно неплохо заработать. Вот вчера также пара евро-доллар, допустим, во флэте также стояла. Допустим, пара фунт-доллар снижалась, доллар-иена тоже снижалась. То есть можно зарабатывать, и не обязательно, что, допустим, зарабатывать только на евро-доллар. Потенциал, с одной стороны, небольшой, но это на сегодня. Если все изменится, допустим, завтра мы сможем, допустим, уже говорить о том, что будет больше потенциал, если будут факторы. Пока что текущие факторы говорят о том, что рост можно ожидать, но не такой сильный. Что касается золота и нефти, Артем, благодарю за вопрос. Отвечу на него чуть позже, когда мы уже поговорим об валютных парах, и затем уже обязательно поговорим о товарном рынке. Перейдем к следующей нашей валютной паре, пара фунт-долларом. Вот накануне мы с вами говорили, что у нас уровень есть очень сильный. Это минимальная отметка 2015 года 1,4565. И мы ее в пятницу на минувшей неделе закрыли день ниже этой отметки. То есть неделю даже закрыли, только день. И вчерашний день мы тоже закрыли ниже этого уровня. Поэтому здесь получается вот такой ретест этого уровня уже снизу вверх. И здесь получается, поскольку у нас есть отбой от этого уровня, накануне также у нас был отбой, мы не смогли за ним закрепиться, пробовали его пробить, но тем не менее день завершили ниже. Поэтому здесь получается по-прежнему на рынке много продавцов, и эти продавцы еще настроены на то, чтобы продавить котировки вниз. Хотя бы на 45-ую фигуру, то есть у нас вот минимум на минувшей неделе был 44.93. И вот куда-то в эту область еще можно ожидать снижения. Либо ниже этой отметки, либо вот не дойдем немного до этой отметки. То есть 44.93 плюс-минус 10 пунктов. И сегодня в целом, если посмотреть на факторы фундаментальные, сейчас поговорим о фундаменте, затем поговорим о технике, мы можем также сделать вывод, что сегодня у нас можно ожидать еще одного снижения. То есть у нас накануне было снижение вот этого уровня 45.65, и сегодня также можно ожидать, что мы еще будем снижаться. Сегодня у нас промышленное производство 12.30 по Москве. Здесь, я думаю, данные будут чуть хуже консенсуса прогноза. У нас сегодня консенсус прогноз 0% по сравнению с октябрем. В октябре был рост на 0.10. Я думаю, что у нас сегодня будет отрицательное значение, минус 0.1 или минус 0.2. Здесь в целом это не суть важная, все равно отрицательное значение это будет плохо для британской валюты. Вот здесь представлена диаграммка индекс PMI Manufacturing, это PMI производственного сектора, который как раз и является опережающим индикатором промышленного производства. То есть мы с вами можем посмотреть на PMI, и в целом уже в том числе с помощью этого индикатора можем понять, какая нас ожидает динамика. То есть здесь необходимо смотреть на PMI, и плюс еще на заказы, на заводские заказы, они увеличиваются или уменьшаются. То есть если, допустим, PMI растет, и заказы растут, значит будет рост промо-производства, и наоборот, если все у нас падает, то будет снижение. Вот PMI, если посмотреть на предпоследний столбик, это у нас как раз в ноябре месяц, он сократился. Вот мы видим, в октябре был рост на 55-ю фигуру по PMI, затем уже снижение ниже 53-х. То есть у нас PMI в ноябре продемонстрировал снижение. Если посмотреть на отчеты по конфедерации британских промышленников, там также они указывают на сокращение промышленных заказов заводских. И вот в этих отчетах также дается комментарий, почему, допустим, происходит такая тенденция сокращения заказов. Они как раз, большинство респондентов ответили на то, что это все связано с тем, что фунт очень сильно укрепился к евро по итогам 2015 года, и, соответственно, все это уменьшает конкурентоспособность британской продукции, и получается все это негативно для экспортеров. И в этой связи как раз и происходит уменьшение заказов. То есть европейские потребители уже не готовы покупать более дорогую британскую продукцию, и они ориентируются на другие уже страны, допустим, на Китай тот же самый, и на других торговых партнеров. Поэтому здесь и происходит уменьшение заводских заказов. И также еще один негативный фактор сегодня для британской валюты. Это цены на нефть, снижение нефтяных котировок. Я уже говорил ранее, что у нас накануне цены на нефть просили более 5%, там и Brent, и WTI, они сейчас примерно на одних уровнях торгуются. Раньше были различия, но вот с конца минувшего года, в самом конце декабря уже эти различия были нивелированы. И здесь, если посмотреть на диаграмму, то мы видим, что есть корреляция, и корреляция прямая. Конечно, она не такая сильная, прям 100% у нас корреляции такой нет, тем не менее корреляция есть и прямая, и мы видим, что когда у нас нефть, эта красная линия падает, то у нас также снижается и пара фунт-доллар. Поэтому нефть у нас просела, и если посмотреть на нефть марки Brent, при анализе пары фунт-доллар, нас в первую очередь интересует нефть марки Brent, европейский сорт. Сейчас у нас котировка 3106, и здесь получается ближайшая поддержка сильная, это отметка 30 ровно психологический уровень. То есть вот настроена Brent на тестирование этой области, либо мы немного не дойдем, там допустим дойдем 30.20, 20 центов, и будет отскок наверх, либо мы немного протестируем вниз, допустим 29.80, то есть 30 это плюс-минус эта область, потому что никто никогда не знает, где может быть отскок. Отскок на психологических уровнях, он может быть как до уровня, так и немного может зайти за уровень. Поэтому 30 плюс-минус 20 центов можно выделить эту область, и даже если допустим ставить, что у нас мы дойдем до 30 долларов 20 центов, за баррель я буду наблюдать отскок, то от текущих уровней все равно еще сохраняется потенциал для снижения, это порядка 85 центов, соответственно это получается в процентном выражении около 3% практически, более 2,5, и соответственно снижение цены на нефть также негативно для британской валюты. Вот два таких фактора, они очень сильные, и плюс еще есть третий фактор, это долговой рынок, дифференциал доходности, вот облигации Великобритании, США, Великобритании, Германии, они сейчас расширяются не в пользу британской валюты, то есть доходности британские они падают как американским бумагам, так и немецким бандам. Поэтому здесь получается три фактора, это негативный возможный релиз по промпроизводству, снижение цены на нефть и динамика долгового рынка, они все эти факторы указывают на то, что британец будет падать. Если посмотреть на дневные графики, то вот по EDX у нас значение уже 64 накануне, я говорил о том, что 65 и выше это уже экстремальная область, где может быть коррекция, поэтому мы уже приближаемся, то есть еще можно ожидать снижения небольшого и затем уже лучше не рисковать и лучше с позиции выйти. Если посмотреть на осцилляторах, то под дневком у нас еще дивергенция не стоит, то есть мы еще, получается, для формирования дивергенции должны уйти ниже, чем минимум минувшей неделе 44.93, чтобы дивергенция сформировалась. Если посмотреть на часовки, то у нас здесь тоже индикаторы EDX сильные, показывает тренд 32 значения, по RCI дивергенции тоже никаких нет, перепроданности нет еще, и Bollinger на часовых свечках средняя граница 45.49, а уровень у нас, вот сильный уровень, минимум 2015 года, это 45.65. И вот здесь я бы рекомендовал следующий вариант, если вы вчера позиции открывали, вот мы говорили с вами о том, что 45.70, 46.00 ровно, и вчера мы достигли 46.03 и скатились на 45.24 быстро. Если вы позиции накануне открывали, то их можно удерживать и закрывать эти позиции на отметке 45.05. Я бы лучше закрыл на отметке 45.05, с одной стороны мы можем пробить минимум минувшей недели, а можем и не пробить, потому что EDX уже недалеко от экстремальных областей, и здесь лучше все-таки риски на себя большие не брать. Лучше взять чуть поменьше, но все-таки зафиксировать прибыль, чем, допустим, поставить большой профит и в итоге зафиксировать лосс. Если же вы позиции не открывали, допустим, сегодня лучше всего получается открывать именно от среднего по Bollinger на часовых свечках, это 45.49, и закрывать позицию на 45.05, то есть от текущего уровня можно ожидать, не от текущего уровня, а от среднего по Bollinger до цели 45.05 можно ожидать, получается, снижения на 44 пункта. Вот такой прогноз по паре фунт-доллар. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. По вашим прогнозам, еврофунт будет укрепляться до какого уровня и за какой период? Мурата, благодарю за вопрос. На мой взгляд, да, сегодня еврофунт будет укрепляться, но я бы пока сделал именно такой краткосрочный прогноз на сегодня. От текущих уровней, на мой взгляд, вот у нас сейчас котировка по кроссу 0.74.98, я думаю, что будет укрепление до уровня сопротивления 0.75.25. Вот у нас ближайшее сильное сопротивление, там дальше я бы уже посмотрел, как у нас будет закрываться торговый день. То есть, вот ждем рост до этого уровня, и там я бы уже больше ничего не делал в данном кроссе, посмотрел бы, как сегодняшний день завершится, закрытие будет дневной свечки. Перейдем к следующей нашей валютной паре, пара доллара и японская иена. У нас накануне прошла коррекция, затем мы сейчас уже снижались в азиатскую сессию. То есть, вот мы и накануне, и сегодня в азиатскую сессию мы достигли 118 фигуры и падаем. То есть, получается, два раза отбились от 118 фигуры, у нас там есть и уровень сопротивления также, 117.99. И здесь, получается, можно сделать вывод, что там есть сильные продавцы, то есть, большие заявки на продажу, маркетмейкеры туда рынок приподняли, эти заявки обработали, рынок упал, потом еще раз приподняли, опять заявки обработали, опять рынок упал. То есть, есть сильные продавцы на этой области, 117.99, плюс-минус пару пунктов. И здесь, с учетом того, что у нас сегодня в целом нету новостей по Америке, у нас сегодня только есть новости по Великобритании из важной статистики, поэтому, получается, сегодня вновь рынок будет ориентироваться на рисковые активы, то есть, на динамику carry trade. Здесь нас интересуют два момента, это фондовые рынки и высокодоходные кроссы. Можно смотреть абсолютно любой фондовый рынок при анализе пары доллар-иена, допустим, Nikkei 225, японский, можно американский S&P, смотреть Duckstreet. В целом, разницы особо никакой нет. Они обычно либо все синхронно растут, либо все падают, за редким исключением. Вот здесь график представлен пары доллар-иена, это синяя линия и красным цветом линия уже Nikkei 225. И здесь мы видим, что сегодня опять рынок падает, вот у нас в правой части графика мы видим, что рынок рухнул опять более 2%, и, соответственно, получается у нас по-прежнему бегство из рисковых активов. Если посмотреть на высокодоходные кроссы, вы сами это можете все сделать у себя в торговых терминалах, просто открыть график, допустим, пары австралийский доллар к японской иене. Это высокодоходный кросс, и если у нас инвесторы, трейдеры готовы рисковать, они покупают данный кросс. И данный кросс растет, и здесь получается такой двойной доход. Первый доход от положительных свопов, и второй доход это то, что сами котировки изменяются, то есть кросс-курс подрастает, и, соответственно, можно получить также доход от изменения котировок. И, напротив, если у нас какая-то паника, нестабильность и так далее, и тому подобное, форс-мажоры различные, геополитические риски. Здесь уже данный кросс падает, то есть позиции закрываются длинные, и за счет закрытия длинных позиций кросс снижается. Поэтому данный кросс сегодня также падает, и, соответственно, можно сделать вывод, что по-прежнему у нас капиталы уходят из рисковых активов, и они уходят в безопасные активы. И вот на валютном рынке Форекс у нас самый безопасный актив, актив номер один по безопасности, если так это можно выразиться. Это японская иена, и здесь, получается, спрос на японскую иену будет возникать. Поэтому здесь, на мой личный взгляд, необходимо продавать данную валютную пару, и сделать это лучше от средней границы по Боллинжеру, на часовых свечках, сейчас отметка 117.60, вот от этой области продать, и ждать снижения котировок до уровня 117.05. Это у нас на сегодня уровень поддержки. Это первая цель 117.05, и вторая цель это 116.70. Это у нас уже получается минимум минувшей недели. Если мы дойдем до 116.70, то у нас уже на дневках по осцилляторам будут дивергенции, сформированы в области перепродности. И вот здесь бы я уже дальше пока не стал бы смотреть, что мы уйдем сразу там ниже 116.70, потому что, кто знает, может быть будут и закрывать шорты, и дивергенция будет реализовываться. Поэтому 116.70 такая экстремальная область, там уже будет дивергенция по осцилляторам в зоне перепродности. То есть, как только мы уйдем ниже 116.70, хотя бы на один пункт, 116.69 уже будет дивергенция сформирована. Поэтому здесь вот две цели для снижения 118.05 и 116.70 по данной валютной паре. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. У нас есть еще немного времени, и я на них с удовольствием отвечу. Также хотелось бы сделать небольшой анонс. Завтра, в среду, 13 января, мы проведем вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка» в 10.30 по Москве. И также на этой неделе у нас еще в четверг будет вебинар тематический, в 17 часов ровно. Мы поговорим о том, как наиболее эффективно выбирать инструменты для торговли, то есть, какими инструментами лучше всего торговать. Лучше всего покупать сильные, допустим, активы, продавать слабые активы. Но вот многие трейдеры, они просто, допустим, торгуют пару евро-доллар постоянно или пару доллар-японской иены. На рынке очень много инструментов, где есть очень сильные такие возможности для заработка, очень сильные сигналы. И вот мы как раз поговорим о том, как научиться искать такие сильные сигналы, как выбирать эти сильные сигналы, как анализировать рынок и как можно значительно улучшить свою торговлю. Об этом и обо всем мы поговорим в четверг, 14 января, в 17 часов ровно по Москве. Так, а когда уходит рисковых активов, вроде бы золото идет в рост. Мурат, облагодарю за вопрос. Вы совершенно правы, золото идет в рост. И если вы посмотрите, допустим, на дневные свечки на минувшую неделю, то вы увидите, что был очень хороший рост золота. Золото стартовало с 4 января с отметки 1062.48. И росло до 8 числа. 8 числа максимум был у нас 1012.96. В принципе, хороший такой рывок на 50 долларов, почти 5%. Разве это не уход от рисковых активов и переход в безопасные активы в золото. С другой стороны, возможно, вы хотите, чтобы золото еще подросло. Золото, с одной стороны, может подрасти, а может и нет. Вчера я уже говорил об этом, что по золоту потенциал уже близится к завершению. И здесь вполне возможно, что у нас уже не будет больше роста золота. Почему золото должно подрасти на 1120? В целом причин для этого нет. Посмотрите на нефть. Нефть у нас на минимальном уровне за последние 13 лет. Поэтому, откуда золоту взяться сил для роста? Чтобы расти, необходимо силы откуда-то черпать. С одной стороны, да, капиталы уходят из рисковых активов, но здесь уже золото и так подросло неплохо. С другой стороны, нефть падает, инфляционные ожидания падают. Соответственно, здесь все трейдеры, инвесторы понимают, что золото взлетело выше 1100 до 1112. Инфляционные ожидания падают. Поэтому, что делать с золотом? Дальше его покупать или лучше продавать? И здесь, получается, инвесторы, трейдеры, большинство инвесторов-трейдеров решило, что золото лучше продавать. Потому что инфляционные ожидания падают. Поэтому здесь и получается, что у нас золото дальше-то и не растет. Я думаю, что на 1120 мы не пойдем. И максимум мы еще раз поднимемся на 1100, 1101 и опять дальше будем снижаться. Что касается платина и палладия, то здесь все очень печально. В целом, Олег, если посмотреть на оба этих инструмента, здесь два негативных момента. Первый момент это то, что в Китае у нас спад, а Китай предъявляет основной спрос на оба металла, потому что Китай игрок номер один на рынке автомобилестроения. То есть больше всех автомобилей сейчас производится в Китае. Раньше было в Америке больше всех автомобилей производили. Америка была номер один на мировом рынке. Сейчас в Китае уже последние полтора года. И поэтому в Китае вы все прекрасно слышите. У нас спад, паника, хаос, нестабильность и так далее. И соответственно все это плохо для платиной и палладии. И плюс еще в Америке был отчет на минувшей неделе по продажам автомобилей. И там продажи автомобилей сократились, получается и второй игрок на автомобильном рынке уже буксует, также замедляется. Поэтому здесь и продают оба металла. И здесь получается можно ожидать снижения. Что касается по платине, то у нас здесь мы сейчас приближаемся к минимуму. 2015 года это 824 доллара. И здесь получается уже следующая цель будет 810. Что касается по палладию, то здесь мы также падаем. Причем падаем в большей степени. Уже минимум 2015 года пробили. И здесь по палладию, я думаю, еще долларов 10 текущих мы еще упадем. Почему, допустим, долларов 10? Ну, для начала хотя бы долларов 10 упадем, а там посмотрим, что будет дальше. Потому что и так уже оба металла очень сильно падают с начала недели. Так, по рублю, где первая цель? Спасибо. Олег, благодарю за вопрос. По рублю, здесь у нас область сопротивления 78 рублей за доллар. Если вот мы говорим про рубль-доллар. И здесь, скорее всего, будет много очень желающих для того, чтобы зафиксировать эти позиции. Как понять, что золото начнет снова падать? Какую стопу ставите по золоту? Смотрите, Артем, что касается, как понять, золото падать будет или нет, то здесь все зависит от вашего подхода к риску, какой вы трейдер. Вы трейдер внутри дня или трейдер, допустим, среднесрочник. Если вы трейдер среднесрочник, тогда дождитесь закрытия этой недели. Если свечка медвежья, тогда уже на следующей неделе продавайте, будет сильный сигнал вниз. Если вы трейдер краткосрочник, торгуете внутри дня, то здесь я бы рекомендовал смотреть за нефтью. Если у нас нефть подходит к бренду, допустим, то же самое, подходит к 30 долларам за баррель, психологическая отметка. И если у нас там нету сильного разворота, то есть мы упали на эту область и стоим. То есть стоим, ждем чего-то. И это значит о том, что мы ждем, когда позиции наберут и дальше будем падать. Поэтому можно смело золото продавать. Вот такие два сценария по золоту. Что касается бренда выкупать, то я бы не спешил выкупать бренд с 30, потому что, возможно, если мы будем с вами покупать, и возможно только мы с вами и будем два покупателя бренд по 30. Никто больше не захочет, и нас просто сметут с рынка. Поэтому лучше всего подождать, посмотреть, как у нас будет тенденция развиваться. Здесь все будет достаточно просто. Смотрите, мы падаем в область 30, и у нас там либо мы стоим флэт, либо у нас резкий отскок. Ну, соответственно, если резкий отскок, значит, фиксируют шорты, и будем немного расти. Если стоим, значит, набор позиций, значит, будем дальше падать. Поэтому здесь, когда к 30 подойдем в эту область, лучше посмотреть. Посмотреть там хотя бы часиков 10-12, что с котировками будет происходить. И там уже после этого принять решение. Уважаемые коллеги, мы завершаем наш вебинар. Благодарю всех за внимание. Желаю всем успехов в торговле, отличного настроения. И завтра я вас всех приглашаю на вебинар ежедневный обзор валютного рынка в 10.30 по московскому времени. Еще раз всем успехов. До новых встреч. До новых встреч.